Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать притчу о девушке, которая страдала бессонницей, тяжелой бессонницей и успешно с ней справилась. Досмотрев это видео до конца, вы поймете достаточно глубокую аналогию с когнитивно-поведенческой терапией бессонницы. А это сейчас самый эффективный метод лечения хронической и неорганической условно-рефлекторной бессонницы. Ну, фактически это 60% всех бессонниц во всем мире и в американских, европейских и в российских клинических рекомендациях. Это первая линия лечения бессонницы. И сейчас я вылечиваю больше 70% пациентов с такой вот хронической бессонницей за 6 недель без снотворных препаратов. Так что посмотрите и я думаю, что вы поймете, насколько может быть эффективна когнитивно-поведенческая терапия. Ну, а меня зовут Роман Бузунов, я врач-сомнолог, я уже больше 25 лет занимаюсь диагностикой и лечением нарушений сна, и в частности бессонницы. Я профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Кстати, вот здесь пара книжечек таких. Первая это «Всем спать». Это для, в общем-то, достаточно здоровых людей, которые хотят сохранить свой здоровый сон. А уж если у вас бессонница случилась, то вторая книга «Как победить бессонницу» это как раз такой учебник, или даже можно сказать самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, которая уже последние два года является бетселлером на Озоне, на Литресе. И, в общем, уже пять изданий эта книга выдержала. И мы имеем сотни положительных отзывов о том, насколько она эффективно помогает людям справляться самим с их бессонницей. Итак, давайте мы послушаем притчу, вернее, вы послушаете притчу. Была девушка в такой глухой-глухой деревне. И, в общем-то, все у нее было хорошо до того, как у нее начались проблемы с засыпанием. И как-то она долго лежала, мучилась, пыталась заснуть, у нее не получалось. Потом присоединились пробуждения среди ночи, она тоже просыпалась и никак не могла заснуть. Дальше она начала пытаться еще больше, ну, как-то, она же не спит, лежать в постели. Она раньше ложилась, она позже вставала, она начала как-то ограничивать свою работу. Ну, а деревня, нужно же вставать, пасти корову там, доить, убирать. Ну, в общем, вести натуральное хозяйство. И уже сил почти ни на что не остается. Она все больше и больше втягивалась, если так сказать, вот эту ужасную-ужасную бессонницу. На каком-то этапе она вообще почувствовала, что вообще практически не спит по ночам, хотя большую часть суток лежала в постели. Причем она не могла заснуть ночью, но она не могла после этого и заснуть днем. И, в общем-то, уже подумала, что скоро она помрет. Ну, а папа-мама, которые, в общем-то, еще ухаживали за этой дочкой, прознали, что в соседней деревне на опушке леса живет знахарь, который эффективно лечит различные болезни. Ну, а такая достаточно небогатая семья, я бы сказал, бедная семья, у них даже лошади свои не было, но они попросили соседей, положили эту девушку на лошадь, отвезли к знахарю. Знахарь, значит, внимательно на нее посмотрел, поговорил, говорит, да, ситуация, конечно, очень серьезная, но надежда есть. И говорит, у меня есть зелье, которое за три месяца тебя вылечит. Но есть одна проблема. Я вот, видишь, живу тут на опушке, у меня такая маленькая комнатка, хижинка, да, и тут места для другого человека нет. А тебе нужно будет каждый день ко мне приходить, ну, потому что зелье нужно готовить свежеприготовленным, и тогда оно будет эффективно действовать. Девушка говорит, как? Мы же вот сейчас меня привезли, деревня там на лошади, да, как-то, а деревня 5 километров от вашего дома. Это как же я буду к вам добираться? Я же там чуть ли не по дому не могу ходить туда-сюда. Я же помру по дороге. Ну, он говорит, слушай, ну, если останешься дома, точно умрешь. А если начнешь ходить ко мне, то, может быть, есть шанс, что выздоровеешь. Ну, да, говорит, хорошо. Опять положили на телеву, отвезли домой девушку. Наступило следующее утро. Она встала, и нужно идти. Шла, падала, чуть ли не теряла сознание. В общем, это был просто кошмар и ужас. К середине дня она кое-как дошла до знахаря, выпила зелье. Ну, стало немножко получше. Она, значит, пошла обратно. Тоже, уже совершенно даже не помнила, как она добралась домой. В каких-то страшных, ну, как ей казалось, что она скоро умрет, в муках, да, упала. Тут уже следующее утро нужно вставать, идти к знахарю. И первые две-три недели это был просто сущий кошмар. То есть она в каком-то полубреду, полуборочном состоянии, еле доходила туда. Но как-то пока выпивала зелье, становилось чуть лучше, но надо было идти обратно. Ну, прошел месяц. И как-то она уже не падала, и уже сознание особо не теряла. И, в общем, так, ну, с трудом, ну, доходила, выпивала, возвращалась. Конечно, сил ни на что не было. Но прошло два месяца. Она так уже достаточно бодрым шагом сходила, выпила зелье. В общем, стало более-менее нормально. Вернулась и даже начала по дому какими-то там делами заниматься. Прошло три месяца. Она, значит, с утра встала, подоила корову, сбегала, выпила зелье, перевернулась, по дому все делает. Вообще все замечательно, прекрасно. И даже не замечает, как она туда-сюда к знахарю сбегала. Ну, и вот заканчивается три месяца. И она говорит, слушай, да, это удивительное зелье. А скажи, пожалуйста, вот что это такое я принимала? Что это за такое чудодейственное зелье? А знахарь ей говорит, дорогая, вот я тебе с соседнего дерева заваривал листочки, но ты каждый день 10 километров ходила, несмотря ни на что. Вот такая интересная притча, которая говорит о том, что если предпринимать техники, которые позволяют побороться с различными негативными мыслями пациента, дезадаптивным так называемым поведением, когда человек ничего не делает, лежит и просто страдает и собирается умереть, продолжает лежать в постели, попытках заснуть, формируются стойкие условные рефлексы, боязни не заснуть. То есть фактически это бессонница, которая основана на условных отрицательных рефлексах, боязни не заснуть и постель-бессоннице, на дезадаптивном поведении, когда человек 10-12 часов лежит в постели и, как ему кажется, совершенно не спит. Хотя он там спит и механизм, если что, вы можете в описании к этому видео найти механизм развития этой вот условно-рефлекторной бессонницы, там все 7 этапов подробно рассказаны, и вы можете посмотреть это видео, где все будет по полочкам разложено, как все это развивается. Ну и следующее, это негативное так называемое мышление или даже такой вариант почти психического расстройства, так называемого ипохондрического синдрома. Ну представьте себе, как себя чувствует человек, который убедил себя, что у него рак мозга. Ну ему говорят, да ты же как-то там соберись, да ты не волнуйся. Он говорит, какой не волнуйся, а тут завещание уже пишу, я скоро умереть собираюсь, а вы мне тут про не волнуйся. Так вот из такой тяжелой бессонницы человек думает, что он скоро умрет. Хотя парадокс заключается в том, опять же в том видео, вы посмотрите об этой бессоннице, что человек до бессонницы и на фоне бессонницы спит суммарно в месяц одно и то же время. Но просто развивается так называемый феномен нарушения восприятия сна, и человек не чувствует, что он спит. И в этой ситуации, когда мы говорим, что бессонница фактически обусловлена нарушениями мышления и поведения, наиболее эффективна когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, которая как раз позволяет изменить мышление и изменить поведение. И есть даже такое хорошее выражение, что бытие определяет сознание. Если мы применим определенные техники, которые заставят человека становиться здоровым, а не больным, то, собственно говоря, мы устраним бессонницу. Это так называемые техники ограничения сна, как это ни странно звучит. То есть мы ограничиваем время пребывания человека в постели. Мы не даем человеку лежать больше 15 минут без сна в постели. Мы загружаем человека физической нагрузкой, вне зависимости от того, хорошо он или плохо поспал. Мы проводим определенные так называемые обучения релаксационным техникам, майндфулнесу, контролируемому дыханию и так далее. То есть мы меняем еще и не только поведение, мы меняем мышление человека, оно становится гораздо более позитивным. Мы работаем над этими негативными установками, меняем их на позитивные. Но если тем более человек начинает спать на фоне ограничения времени пребывания в постели, то, собственно говоря, и потом мышление, так сказать, догоняет бытие. И человек понимает, что если он спит, то значит уже к путь к выздоровлению вот он близко. И на самом деле, еще раз говорю, что это чрезвычайно эффективные техники, которые мне позволяют, если человек выполняет все, что я делаю, ну знаете, как тот знахарь, который сказал, ходи 10 километров, а то там умрешь, а тут выздоровеешь. Ну и вот я пациентам говорю, так, мы вы лежали в постели 12 часов, теперь вы лежать в постели 6 часов. Как же, я же умру, ничего страшного, давайте попробуем. И через неделю-две человек начинает без задних ног спать эти 6 часов, хотя, конечно, это трудно менять сознание и поведение. Но выполнение этих техник, такая структурированная программа в течение 6 недель, еще раз, все, кто выполняет техники, практически все выздоравливают. Другое дело, что 20-30% пациентов просто не способны, не могут, не хотят. Знаете, такое выражение есть, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Ну тут уж от человека зависит, что он хочет там всю жизнь на таблетках сидеть, или все-таки за 6 недель справиться со своей бессонницей. Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли некую аналогию между притчей, да, и вот этой когнитивно-поведенческой терапией. Вот в этой книге как раз все и описано, эти этапы когнитивно-поведенческой терапии, как я сказал, это такой учебник-самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии. И если человек выполняет все рекомендации, то закономерно он выздоравливает даже от многолетней хронической бессонницы. Ну что ж, надеюсь, что вы получили такую достаточно полезную информацию для размышления, и если у вас бессонница, подумайте, вы какой хотите выбрать путь? Пожизненно пить таблетки или все-таки 6 недель поупираться и избавиться от бессонницы без таблеток? Это можно сделать самостоятельно с помощью этой книги, это можно сделать под моим руководством. Так что, пожалуйста, если что, обращайтесь, постараюсь вам помочь. Все мои координаты внизу. Понятно, что начинается все с нормальной консультации, ее можно провести очно в Москве, ее можно провести онлайн, определиться с показаниями и противопоказаниями. Сама программа тоже проходит онлайн, так что неважно, в каком вы городе, это все вполне можно делать дистанционно. Ну что ж, пожелаю вам хорошего настроения, удачи, ну и, конечно же, прекрасного сна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова